Спасибо за приглашение, Николай Васильевич, Александра. В этот раз очередной у меня доклад по горчице, расскажу про эту культуру. Она является у нас пока еще нишевой культурой, 5 место в рейтинге по масличным она занимает. Но 2023 год характеризовался самыми рекордными пассивными площадями этой культуры. Они занимались почти полмиллиона гектар, что для горчицы, собственно говоря, до этого было недосягаемо. Как вы же перспективы использования горчицы? Были очень высокие цены на эту культуру многие годы и, естественно, высокая доходность. Оптимизирует севооборот горчица, потому что улучшает как агрофизические свойства почвы, так и является фитосанитаром, потому что сама горчица и все ее корневые выделения являются биофумигантами. Способствует накоплению органического вещества в почве, как и рапс, например. То есть, в принципе, является очень хорошим предшественником и позволяет получить дополнительную прибавку урожа зерновых и зернобовых культур примерно на 10-15%. Да, горчица хорошо переносит засуху. Конечно, она не верблюжья колючка, то есть она не может выращиваться в пустыне и очень-очень засушливых условиях, но тем не менее, в сравнении со всеми остальными масличными капустными, она хорошо переносит засуху. Еще один основной плюс от рапса – она устойчива к осыпанию. То есть, трючок у горчицы более мелкий, более механические ткани развиты так, что так быстро не растрескивается, как рапс. И в меньшей степени поражается капустной молью. Основным бичом сейчас, с 2018 года, на территории Российской Федерации, да и не только в Российской Федерации, и в мире. Французы вообще сокращают все посевные площади капустных, потому что у них запрещены неоникотиноиды, и они не могут бороться с капустной молью. И все знают, какой прекрасный медонос горчица, как пахнет поле, как летят пчелы. И можно получить прекрасный мед почти до 100 кг с одного гектара. Я сейчас сначала расскажу про горчицу-азимую культуру, которая в принципе в природе не встречается. И наш институт, наш научный центр методом бесинтеза искусственно создал эту культуру, чтобы повысить урожайность. Так вот, потенциальная урожайность в сравнении с яровой формой уазимы выше на 30-35%. Урожай зеленой массы в два раза выше, чем у яровой. Конечно, сельхозтоваропроизводителям очень интересно повысить азимый клин, чтобы снять нагрузку с ярового поля, что позволяет на технику уменьшить нагрузку, организацию производственных процессов. Мы можем использовать осенне-зимнюю влагу, что сейчас так очень важно для наших зон южных. Мощность и блестой азимой горчицы препятствуют испарению влаги. И на азимах все-таки все равно меньше пестицидных обработок. Что представляет наш институт сейчас в виде сортов? Раньше были созданы сорта Суздальская снежинка и сейчас новинки Джуна и Вьюжанка. Эта культура, вы видите вот на картинке, может формировать очень хорошую корневую шейку и корень и переносить морозы минус 14-16 без снежного покрова. Но выращивать горчицу азиму в регионах, где температура воздуха опускается ниже 16, все-таки рискованно без снега. Если же растения распределены по полю равномерно, не загущенный посев, то может и перезимовать. Сейчас приходит очень много видеофотографий с регионов, где горчица азима очень хорошо перезимовала. Но есть нюансы, ошибки при выращивании горчицы азимой, с которыми сталкиваемся в последнее время. Ее обычно сеют как ирабс, но, как правило, горчицу азиму нужно сеять гораздо позже, вместе с азимами, потому что темпы роста ее с осенью велики и она просто перерастает. И при раннем посеве растения могут перерасти, точка роста находиться высоко над поверхностью почвы и в итоге не перенести низких температур. По норме высева она должна обеспечить количество растений примерно 50-60 штук на метр квадратный. Высевать нужно немножко больше, 65-80. И высокие нормы высева и несоответствия густоты стояния растения оптимальным параметрам тоже отрицательно влияют на зимостойкость. Поражаются грибными болезнями, приводят к полиганию стеблистой, снижению урожайности. Удобрения для азимой горчицы. Как правило осенью мы не рекомендуем вносить азот, потому что он провоцирует активный рост и перерастание. Тоже влияет на зимостойкость. Главное для азимой горчицы как можно лучше сформировать растение, оптимальная фаза, чтобы она перезимовала, потому что в сравнении с азимым рапсом она на зимостойкость ниже. Поэтому фосфор и калий необходим, обязателен под горчицу азимую. И как правило его вносят в полной дозе, либо под предшествующую культуру при основной обработке почвы. И очень важна гербицидная обработка для горчицы. Не зарегистрировано достаточно препаратов как на рапсе именно гербицидов. И очень она чувствительна к применению гербицидов. Наиболее подходящим является лантрелл и его подобные гербициды с действующим веществом клапиролит. Ни в коем случае нельзя применять гербициды в фазу бутонизации, когда уже бутоны на поверхности. Это вызывает стерильность, абортацию и незавязываемость семян. И теперь перейдем к саревской яровой горчице. То есть к яровой форме этой горчицы у нас большой список сортов. Наши лидеры Юнона, Горлинка, Ника, Лера, Люкс. Вот Лера, Люкс, особенно Люкс, по-моему, сейчас в таких серьезных лидерах. И наши новинки Галатея и сорт Сизосемянной Дюна. Основные регионы возделывания горчицы это сейчас на Ростовской области, Волгоградской, Воронежской. И всегда говорят, что горчица саревская очень низкоурожайная культура. Конечно, если сеять ее в регионах как сорняк, посеял и забыл, ничего не получишь. Но, тем не менее, потенциал культуры очень высок. И в 2017 году мы получили урожайность на уровне 35-40 центнеров с гектара, когда благоприятные погодные условия. В среднем же мы получаем от Крыма до Нижегородской области от 10 до 26 и выше центнеров с гектара. Высеваем мы в полевых севооборотах, кормовых, специализированных, как правило, это послеозимых, яровых, зерновых культур, зернобобовые. Ну, оборот пласта, наверное, многолетних трав сейчас редкость. По чистому, занятому пару тоже не так часто. В основном это зерновые. Нежелательные предшественники прос однолетней травы нельзя сеять горчицу после других капустных, свеклы, подсолнечника ранее, чем через 4 года, потому что имеют общие патогены. А также на полях, засоренных сорняками, семейство капустных, потому что снижается качество куриной опроса и круглец. Так вот, основная обработка почвы под горчицу, она общепринятая для зоны, которая применяется для яровых культур. Ничего особенного. Но срок сивой горчицы с яровыми зерновыми. Сейчас звонят, спрашивают, когда же можно сеять уже или нельзя. Ну, например, Крым уже сеет февральские окна, потому что там тепло. Мы тоже рекомендуем сеять горчицу как можно раньше, но если в вашей зоне наблюдаются возвратные заморозки, если очень часто они бывают ниже 70 градусов, то есть риск вымерзания. Были такие годы, когда посеяли, в фазе семядольных листьев посевы погибали. То есть если есть риск возвратных заморозков, то лучше не спешить, но тоже сеять пораньше. Чем раньше посеем, тем выше урожай соберем. Норма для горчицы сарепской 5-6 килограмм и для горчицы белой 8-10 килограмм на гектар. Глубина заделки семян 2-2,5 сантиметра. Как правило, часто добиться такой глубины очень сложно, поэтому многие хозяйства углубляют. До 4 сантиметров можно. Но вы знаете, семена горчицы очень мелкие, им тяжело из глубины вырасти, поэтому постараться не заглублять. Но если у вас в регионе, так же как в Ростовской области, очень частые ветра, то, конечно, есть риски выдувания при такой глубине. Поэтому, да, мы ориентируемся на те условия, которые в вашей зоне. Ширина между рядами 12,5-15 сантиметров, иногда до 19 сантиметров рекомендуется, чтобы получить максимальный урожай семян. Применяется удобрение для яровой формы горчицы. По такой схеме мы, конечно, учитываем предшественника и содержание элементов почвы. При основной обработке почвы следует носить 100% фосфорных и калийных удобрений, 50% азотных. Все остальные азотные мы используем как подкормку. Горчица очень хорошо откликается на подкормки некорневые. Республика Татарстан очень активно занимается вот именно этими приемами. Говорит, что подкормки очень хорошо влияют на урожайность горчицы. Горчица очень активно отзывается на сиру, бор и молибден. И вот эти микроэлементы и мезоэлементы нужно применять обязательно. Вроде бы у нас горчицу считают сорняком, но это люди, которые не выращивали горчицу. Есть горчица полевая, считается, что это самый злостный сорняк на культурной горчице. С ним нужно бороться, потому что механическая эта примесь, она сразу снижает качество семян. Амброзии очень много, вьюнок, подморейник, цепки, куриная проса, падалица. Зерновых это основные засорители и сорные растения в посевах горчицы. Так вот, на горчице яровой можно применять именно до всходов. Такие препараты, как бутизан и транш, если их можно применять на рапсе и по всходам, то по всходам на горчице, пожалуйста, их не применяйте, потому что это вызывает токсикоз у растений. Ну, как я уже сказала, на горчице рекомендовано применять клапиролит. Но не забывайте, что поздняя фаза бутонизации приведет к стерильности. Против однолетних злаковых проще, можно поработать любым противозлаковым сорняком. Несмотря на то, что горчица у нас имеет в своем составе эфирные масла, которые вроде бы должны отгонять вредителей, но тем не менее, в последнее время крестоцветные бложки, рапсовый пилильщик и капустная моль могут активно повреждать нашу горчицу. Крестоцветные бложки в фазе семидольных листьев, рапсовый пилильщик, очень активный и прожорливый вредитель просто может ваши посевы за двое суток уничтожить. Ну, про капустную моль, про бич для капустных уже все прекрасно знают. То есть на эти нужно обратить внимание вредителей. Ну, инфектициды на посевах рекомендованы те, которые, в принципе, можно применять и на рапсе. Здесь уже противопоказаний нет. И встречаются основные на юге болезни горчицы – фузариоз, альтернариоз, слеротиниоз и бактериоз. С ними можно побороться как профилактически, так уже и по симптомам болезни, как химическими препаратами, так и биопрепаратами. Ну, и уборку горчицы проводим примерно так же, как уборку рапса при влажности меньше 10%. Специально оборудованной жаткой и рапсовым столом, чтобы потерь была меньше. Если нужна диссекация при сильном засорении и неравномерном созревании, то 25% влажности семян, но они уже такие тверденькие, можно даже на зуб попробовать и проводить диссекацию. И если не получается прямая уборка, то можно и раздельную проводить. Например, сибиряки, они до сих пор делают раздельную уборку, прямым комбинированием не убирают. Конечно, для горчицы, чтобы она хранилась, важно соблюдать влажность семян после очистки вороха 8-9%, чтобы не загорелось. И спасибо большое за внимание. Мой доклад закончен. Да, конечно. Александр, что у меня зовут, компания «Запагра», а вот про горчицы, я хотел бы спросить, вот там про неждурядь, да, то есть при посеве, количестве семян. А вот в Волгограде очень сильно практикуется способ аэросевы, да, знаете, наверное, как это было? Ну, я слышала, да, когда вот влажность очень, почва высокая. А у них получается просто как бы захватить влагу, и то есть если они, ну почему аэросевы, потому что если они будут сеять, уже сеют, глубина будет большая, и просто она исходов не даст. И поэтому вот когда вот эти вот баллы стоят, они сеют в самолет, и у вас там опыт взаимодействия какой-то? Опыт взаимодействия у нас никакой, но просто когда люди звонят, они спрашивают, можно так делать? Я говорю, ну если нет другого выхода, то можно, если очень хочется посеять, можно. Потому что другие страны, государства, по литературе, есть данные, что люди, ну так выходят из положения. Есть такое. Там целое предприятие по производству оборудования для малой авиации, по именно посеву, то есть уже там они что-то пробуют, ну то есть опыт своих... Да, я согласна, такой вариант тоже существует. То есть вы с этим вопросом не работаете? Нет, у нас позволяет погодные условия, почвенные условия входить и в конце марта, и в середине марта, и в конце... А там, не говорят, нет у вас там как бы филиалов? У нас вот в Ростовской области есть филиал, а в Волгоградской нет. Ну, можно я забыла? Можно я забыла? Да. Дело в том, что у нас очень хорошие были... У нас очень хорошие были наметки на исследование именно с применением квадрокоптера. И более того, мы с одной фирмой начали сотрудничать, и в планах было изучение как раз-таки посев галкосемянных культур, в частности горчицы, как, скажем, под покровной культурой, то есть после уборки непосредственно зерновых сразу произвести посев или же даже до уборки. До уборки, то есть разные варианты, и хотели использовать как раз-таки квадрокоптеры, у которых есть подобие высевающего аппарата. То есть мы в такие наметки были, но ввиду определенных обстоятельств, мы не имеем возможности использовать на опытных полях квадрокоптеры. Поэтому этот вопрос очень интересный, он имеет место быть, и если сельхозпроизводители это делают уже без нас, то и хорошо, потому что это как раз-таки тоже развитие культуры, развитие технологий, поэтому пожелаем им успехов в их работе. Сейчас многие дачники на даче, да, они вот просят семена для седерации, они вот так и делают, просто разбрасывают, и все. Вопрос взаимодействия, я вот сейчас слушаю вашу лекцию, вы говорите, вот есть горчица, то есть это 5-е место, да, там по... В рейтинге масличных культур в Российской Федерации, да, то есть как бы... То есть это, ну, немало, да, еще, опять-таки, место... Ну, да, 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 да. Не, ну, я и вас даже... Я как бы, ну, смотрю, вы говорите, что нет гербицингов, то есть вот я себе как, ну, вопрос такой... Нет зарегистрированных. Нет зарегистрированных, да, то есть я сейчас в связи с системой сотрудниц, контролем экологической безопасности, это вообще будет бомбовая проблема, которая просто может обрушить область. То есть вопрос у меня в чем заключается, то есть вообще есть какое-то взаимодействие, допустим, вот вы сорт, там, допустим, ну, произвели, внедрять его начали, а есть же у нас институты, кто занимается, там, по-моему, институтам и пряничникам, да, средствами защиты растений, то есть вы им там не направляете, ребята, вот, слушайте, мы тут разработали. Здесь можно опять тоже. Да, давайте, а что тут даблюдать? Нет, я знаю. Дело все в том, что по поводу химии, да, мы ежегодно направляем письма во все отечественные компании, химические компании, которые производят дестициды, мы их информируем о том, что площади были 350, 430, ожидается миллион гектар, что нужно принимать решение о том, чтобы они регистрировали. Ответили на мой вопрос, на вашу, ну, не есть, как бы, инициатива по другим органам? Да, последнее регистрационное испытание на горчице мы сделали в 2019 году. Были ряд гербицидов в компании «Август», мы испытали, я оглашать не имею права, переданы результаты соответствующей инстанции, и регистрации, как мы видим, металлопарата нет. Поэтому, так и 19-й. Ну, то есть, информируют инстанции, видимо, что-то там не срослось. Ну, а что касается посева с воздуха, мы уже достаточно давно рассказывали об опыте ставропольцев, которые горчицу высевают с мото-дельтаплан. Там на севере Ставропольево, по Носенковском районе, есть фермер, который располагает летным отрядом целым из 20 аппаратов. Он сам из Таганрога и работал когда-то в фирме, которая делала мото-дельтапланы. А теперь он фермерствует и усилит для того, чтобы захватить влагу. Я понял, что, Каламасич, я занимался, как бы ты, авиации занимался, занимался в том числе Алисеева. Просто вопрос, более такой глубина мой вопрос, чтобы раскрыть, он может быть, просто я не могу суммулировать. То есть, получается, все на коленке, по сути, тоже. Каких клипин везде, то есть вопрос серьезный. Технология, да, должна быть технология. Я не учат, допустим, вот я студент аграрного, то есть мне об этом никто не расскажет, что вот есть Алисеев. То есть я приду работать агрономом куда-то в холдинг или в крупные предприятия, будут проблемы, я буду, блин, блин. То есть, ну, если нет советника, какого-то наставника, я буду сидеть. Сам додуматься. Я был миг на любые такие исследования, если было бы открыто небо. Давайте пока отставим этот вопрос. Людмила Анатольевна, скажите, пожалуйста, вот вы так с грустью немножко сказали, что только пятое место горчицы занимает. Что, на ваш взгляд, стерживает развитие площадей этой? Ну, есть более традиционные, да, культуры, к которым мы привыкли есть подсолнечное масло, и перейти на горчичное быстро никто не сможет. Вот, хотя я тоже вот ем сейчас и моя семья горчичное масло, и оно ничуть не хуже, и даже горчичное масло считается самым стойким к окислению масла. Но есть традиции. Поэтому вот Канада ест рапсовое масло, да, только лишь, да, у него есть там подсолнечное и так далее. То есть у нас есть традиции, конечно, нужно расширять ассортимент масел, потому что каждая по-своему полезна, каждая есть свои антиоксиданты, витамины, жирно-кислотный состав, которые дополнять друг друга должны. Поэтому потихоньку, потихоньку, видите, ассортимент масел все равно растет. Вот мы видим, что и льняное сейчас пошло в ход, и рапсовое начали есть, и горчичное, и так далее, и кунжутное, и конопляное, и какого, сейчас только на рынке нет. А раньше мы этого же не видели, и слава богу. И плюс горчицу, как правило, сеют там, в регионах, где ничего не растет, собственно, да, поэтому она как альтернатива, замена и так далее. Но я надеюсь, что пассивные площади все равно увеличатся, но для этого нужны, опять же, спрос перерабатывающих предприятий. Если раньше направления экспорта были, это Европа, как правило, закупала и горчицу белую, и горчицу черную. У нас же тут всяких горчиц очень много, и коричневая, и всякая. Так что, но сейчас восточные страны также активно начинают использовать и нашу горчицу, потому что, как правило, она идет в пищу и приготовление блюд, их национальности с таким зажгучим таким эффектом. Ну а масло прекрасное горчичное, это надо просто рекламировать. Еще хочу задать вопрос по азимой горчице. Вот рапс азимы хорошо у нас пошел на юге России, именно потому что он азимы. С азимой и горчицей, где можно посмотреть ее поселы? Ну вот, Кабардино-Балкария сейчас. Вот где зима помягче, да, и где есть снежный покров зимой, там она очень хорошо, кстати, перезимовывает. Есть Ставрополь, да, но там тоже зима как бы пожестче. Очень Ростовская область начала активно, но тут она пару лет вымерзла, и как-то народ притих, потому что она, собственно, не азимая, а зимующая. Она двуручка, ее можно посеять и весной получить хороший урожай. Поэтому ее тоже нужно рекламировать, и тоже она должна занять свою нишу, где можно выращивать, там ее и пробуют. Кстати, наверное, повторяет немножко судьбу ячменя Азимова, который тоже... Да, да, вот что-то похожее. Людмила Анатольевна, а вот Вы назвали среди лидеров Волгоградскую область. Связано ли это с наличием там крупного переработчика? Конечно, это непосредственно связано с заводом Сарепта и заводом Родос. Она и называется горчица Сарепская, потому что то место Сарепта и горчичный завод, да, однозначно. Потому что вот у нас есть сотрудники, которые жили в Волгоградской области, они выросли на горчичном масле. Вот Волгоградская область кушает именно это масло. Будем надеяться, что и леном у нас взрывной будет рост после запуска завода. Скажите, а из Ваших сортов, какие наиболее востребованы из сортов селекции в ней? Ну я уже вот когда перечисляла, это Люкс, это Ника, это Юнона. Юнон в Волгоградской области в основном сеет, Нику в Татарстане, Люкс в Ростовской области. Вот эта троица сейчас на пике. Семена есть? Да, семена есть. Буквально вчера я звонила в отдел продаж, потому что люди звонят, спрашивают, да, горчица любого сорта, все есть. Если в прошлом году до Нового года было все распродано, то в этом году, видно, на выращивали наши семеноводы очень много, потому что спрос большой был. Все есть, все в наличии. Субтитры сделал DimaTorzok